ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ 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 Харе Кришна, сегодня я выбрал стих 15 глава Бхагавадгиты, текст 19. Тот, кто непоколебимо уверен в том, что я, верховная личность Бога, познал все. Такой человек, у потомок Бхараты, целиком посвящает себя преданному служению мне. Комментарий Шилы Прабхупады. Драгоценного времени действует в сознании Кришны, то есть служит Верховному Господу. Эта мысль красной нитью проходит через всю Бхагавадгиту. И тем не менее, многие комментаторы Бхагавадгиты продолжают упрямо приравнивать живые существа к Высшей Абсолютной Истине. Ведические знания называют шрути, оно должно быть воспринято на слух. Мудрость вет можно получить только от авторитетов, таких как Кришна и его представители. Здесь Кришна подробно излагает духовное знание, и мы должны усвоить его, слушая Кришну. Однако, мало просто слушать. Свиньи тоже обладают слухом. Нужно понять суть Бхагавадгиты, слушая ее, как ее объясняют знающие люди, а не просто полагаясь на свои способности к отвлеченному философствованию. Нужно смиренно слушать Бхагавадгиту и признать тот факт, что живые существа всегда подвластны Верховной Личности Бога. Тот, кто понял это, по мнению Верховной Личности Бога, Шри Кришны постиг суть вет. Всем остальным она недоступна. Особенно важным в данном стихе является слово Бхаджати. Его часто употребляют в связи с преданным служением Верховному Господу. Если человек целиком посвящает себя служению Господу в сознании Кришны, значит он уже постиг все веды. Ачарьи и Вайшнавы говорят, что тому, кто преданно служит Кришне, нет необходимости прибегать к каким-то другим методам постижения Высшей Абсолютной Истины. Такой человек уже осознал ее, ибо преданно служит Господу. Он уже прошел все предварительные этапы духовного самопознания. Если же человек, проведя сотни тысяч жизней в философских размышлениях, так и не понял, что Кришна – это Верховный Господь, которым Он должен покориться, то все его философские поиски, занявшие столько лет и жизни, были напрасной тратой времени. О Магьяна Тимиранда Сья, Генанджана Шалакая, Чакшурун Милитамина Тасма Шри Гуравенмаха, Шри Чайтанья Манобиштам, Слапитамин Бутале, Своям Рупа Кадамахям, Дадатисва Падантикам, Ванча Калпата Рубьяшча, Крипасин Гупья Эвача, Патитанам Павани Бьё, Вайшна Випьё, Намон Махан. Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитянанда, Шри Андвайта Гададхара, Шри Васадигаурам Бхакта Вриндам. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Нама Ом, Вишну, Падая, Кришна, Причтхая, Бутале, Симати, Бхакти, Веданта, Свами, Нитянамине. Намасте, Сарасвати, Деви, Гавровани, Прочарены, Нирвиша, Шашуне, Вадди, Пашчатя, Деша, Тарине. Йомам, Ивам, Асам, Удхо, Джанати, Пурушоттамам, Сасарвавид, Бхаджати, Мам, Сарвабхавина, Бхарата. Тот, кто непоколебимо уверен в том, что я, Верховная Личность Бога, познал все такое человеку, потом Акбараты, целиком посвящает себя преданному служению мне. Итак, этот стих очень важен, потому что он показывает, каким образом, познав что-то одно, но существенное, важное, ключевое, можно понять все остальное. В старом переводе Бхагавадгиты мне больше нравилась эта формировка, она звучала так, знающий меня знает все. Здесь немножко так более сказано, тот, кто уверен в том, что я, Верховная Личность Бога, так же, коротко, знающий меня знает все. Очень здорово было подобран этот перевод. И вот эта такая короткая сутра «Знающий меня знает все», она очень глубока, и вот ее мы как раз сегодня попытаемся понять. Потому что в любом деле, какое бы мы ни изучали, всегда есть какой-то главный момент, какое-то ключевое звено, что все, что существует, это какие-то системы, системы, системы. И в каждой системе есть системообразующий фактор. Допустим, человек – это система, сердце, как ключевой момент, выключите сердце, все остальное тут же выключится. И так далее. То есть много разных можно приводить примеров, в какое-то предприятие, в этом предприятии есть руководитель, когда что-то происходит или какие-то жалобы, приходит, кто здесь главный. Обозначает, кто здесь системообразующий фактор, кто здесь причина всех причин. Вот с этой причиной будем разбираться, если мы с начальником разобрались с тем, кто здесь все это замутил, какую-то систему, то все остальное легко решится. То есть люди склонны искать вот этот главный ключевой момент, нажав на который, так сказать, все остальное заведется. Поэтому очень удобно на какой-нибудь там машине автомат ездить или еще что-то, одну кнопку просто нажимаешь и все остальное автоматически включается. А когда система какая-то сложная, не поймешь, что здесь в первую очередь, то очень тяжело разобраться. Также люди знают, допустим, если вы включаете какой-нибудь там, не знаю, музыкальный центр, еще что-то, пока вы не включили кнопку старт питания, ничего остального. На другие кнопки можете дать сколько хотите, пока не устанете, ничего не будет работать. То есть сначала нужно включить главную кнопку, пошло питание, потом можете делать тише, громче, перематывать треки или еще что-нибудь такое. То есть никакие другие вещи, они просто не будут работать, пока самое главное не включится, питание, допустим. И вот это очень важный момент, понимать, что здесь главное, что принципиальное. И вот этот стих, 19 стих 15 главы, он как раз говорит о том, что нужно понять, чтобы понять все остальное. Потому что мы видим, что люди изучают как раз все остальное, кроме Бога. Вот и поэтому ничего не понятно. Сколько лет люди пытаются, морщат лоб, смотрят в небо, пытаются понять космос, пытаются понять мир. Достаточно просто принять то, что говорит Бог об этом мире, и за два часа мы познали все, весь мир понятен. Может быть мы не увидим никогда даже в телескоп эту Брахмалоку, и не увидим что-то внизу, какая-то там Питрилока, или еще какая-то Паталолока. Мы глазами знания их увидели. Все. Очень все стало понятно и ясно. Если же мы смотрим в сверхмощные телескопы, но не понимая главного вот этого образующего, системы образующего принципа, мы можем долго досмотреть, и мало что увидим. Но если мы посмотрели в правильном направлении, если мы, скажем, посмотрели не наверх, а в шасты посмотрели, то, поскольку шастра – это литературное воплощение Бога, то сразу мир стал понятен. Это удивительная вещь. Вот в этом чудо сознания Кришны, что приняв Кришну и познав Кришну, все остальное легко открывается. Вот это вот самое главное, ключевой момент. Итак, это, скажем, самый главный элемент технологии, и поэтому мы знаем, что пока я не в комнату захожу, да и пока я не включил, допустим, выключатель, то все, что есть в этой комнате, оно во тьму погружено. Я не могу в ничем разобраться. Вот поэтому свет, он, скажем так, имеляется ключевым, основным элементом. И без Кришны как раз эта полнота жизни, она не открывается. Я помню, что в юности я всегда как-то вот, ну, искал, искал, пытался собрать этот вот пазл, чтобы мне все время хотелось понять какую-то целостную картину жизни, потому что в школе, в университете там преподают какие-то отдельные науки, немножко о том, немножко о сём, но вот какая-то вот какая-то картина жизни, она не складывалась, ничего, какая-то, просто был какой-то винегрет вообще. Я пытался изучать религии разные, буддизм изучал, даосизм этот китайский изучал, что-то ещё изучал, какие-то вот отдельные интересные моменты были, но целостности не было, пазл никак не складывался, непонятно было, что же здесь в центре всего, в чём смысл. Но когда я познакомился с Кришной, удивительно, что этот вот пазл как-то сложился очень быстро, гармонично, просто потому, что он оказался в центре. То есть для меня это, в общем-то, стало главным фактором, почему я принял Кришну как вот центр всего, как источник всего, просто потому, что как только он оказался в центре, всё остальное тут же вокруг него образовалось. Всё, что я не пытался ставить до этого в центр, ничего, никакая-то система не складывалась вообще. Всё время была какая-то каша, всё время какая-то вот рассыпуха непонятная. Итак, такого учения больше ясного, стройного, его нет. Это можно поспорить на любую сумму с кем угодно. Вот выигрыш стопроцентный. То есть нет такой философии, нету, понимаете, столь ясной, столь пронизительной, столь очевидной, которая бы вот так вот мир выстраивала, и всё становилось бы вдруг ни с того ни с сего понятно. Для меня вот это вот и стало ключевым таким вот элементом, что не просто я там как-то поверил, а я увидел внутри себя, что вот теперь всё стало на свои места, и не осталось никаких вот непонятных моментов. Итак, Кришна в центре, Он организует всё. Мы знаем, что, допустим, духовный мир как построен. Кришна в центре, вокруг Него вот эти вот лепестки, которые представляют собой духовные сады, в которых гопи и другие его преданные находятся, и вокруг Кришны всё замечательно действует. Также, допустим, когда ведическое общество было построено Варнашем, а в центре Кришна. Кришну убрали, Варна и Яшем остались, но не воевать начали между собой. Классовая борьба, пожалуйста. То есть всё начинает сыпаться, всё начинает разрушаться, какая-то зависть появляется, когда исчезает этот вот главный принцип служения. То есть принцип служения, принцип любви, он не существует сам по себе, он из Кришны исходит, потому что Кришна всех любит, и Кришна всем служит. Мы ему можем служить, не служить, он всегда нам будет служить, преданно. Спреданно и с любовью, он нам уже это делает, служит. Жизнь за жизнью, он постоянно служит нам с любовью и преданностью. Мы такие, знаете ли, я ещё подумаю, я ещё посмотрю. То есть то, что Бог это делает уже, так сказать, и делал всегда, и будет делать всегда, нам до этого делать, это я ещё посмотрю, я такой, знаете, привык, что я выбираю. Да, у нас выбор есть такой, но у Кришны выбора нет, как это ни странно, то есть он не может нас не любить, поэтому его выбор, он, так сказать, уже чётко продиктован его любовью к нам, поэтому он постоянно заботится, постоянно всё делает для нашего блага. Мы это не всегда видим, иногда мы даже понимаем, думаем, что как-то странно, наоборот, может быть, Кришна забыл меня, он не забыл меня, он может игнорирует наше тело, наш шум, это он запросто может игнорирует, но вот нас он никогда не игнорирует, просто если мы не понимаем, кто такие мы, то он думает, что он игнорирует нас. Когда мы говорим, он забыл о нас, скорее всего, я думаю, что он забыл про моё тело и про мой, так сказать, ум, но Кришна про меня, как про душу, никогда не забудет. И поэтому даже если какие-то не очень хорошие вещи происходят с моим умом, с моим телом, это всегда будет абсолютное благо, абсолютное благо для меня, как для души. И в этом плане Кришна всегда так действует и никогда не перестанет, так сказать, действовать по-другому. Он никогда не станет действовать по-другому. Итак, если мы посмотрим, что в этом мире является таким вот центром, как Кришна здесь представлен. Мы знаем, что Абсолют представлен в трех аспектах. Главный стих Шимат Бхагавата о том, что Кришна является Верховной Личностью Бога, когда перечисляются в третьей главе первой песни Шимат Бхагавата различные воплощения, формы. А потом говорится, что все перечисленные различные формы, они являются частями, полными частями, частями полных частей, но Кришна есть Бхагаван Своям, то есть источник их всех. А второй по важности стих Бхагавата, он говорит, что теперь вот эта вот Абсолютная Истина, он представлен в трех аспектах. Что ученые-трансценденталисты называют эту Абсолютную Истину, неделимую от двоям, Брахманом и Параматмой Бхагавой. То есть Кришна как источник всего, все остальные формы вторичны по отношению к нему. И этот Бхагаван, Кришна, он имеет еще другие аспекты, имеет Параматму, всепроникающий разум и имеет Брахман. Многих очень раздражает вот эта наша такая философия. Они называют это, так сказать, как это, по-английски all inclusive, то есть включающая в себя абсолютно все. И они прям так сильно расстраиваются, когда они начинают говорить, а как же там такой пророк, а другой пророк, а вот Христос, а Мухаммед, а это все воплощение Кришны. Они говорят, отлично вы устроились, ребята, у вас вот все входит в Кришну, вот все. У вас вот такая философия, которая вот всеобъемлющая. И невозможно придраться и что-нибудь такое сказать, потому что вот в Кришне все, да, и что вам не назови, а тот, а этот. А это все частицы Кришны, это воплощение Кришны в разные эпохи для разных людей, с разными целями. Говорят, ну с вами невозможно разговаривать, понимаете, потому что Кришна окажется источником всего. Ну что мы можем поделать, если он таким и является, понимаете. Вот, то есть мы просто, нам просто повезло встретиться с ним, как-то навести определенные отношения. Вот, и многие люди очень сильно расстраиваются по поводу того, что вот такой вот Кришна, неуязвимый, все в него входит. И прямо или косвенно все к нему тянутся, и никуда от него не денешься. Либо ты в его материальной энергии, либо ты в его духовной энергии. Везде его щупальцы, везде эти гуны, везде энергия времени. И все, он знает, как параматма, как такая видеокамера встроенная, да, в сердце каждого. Никуда от него не уйдешь. Все, что с ним можно сделать, только предаться ему. Все, никуда не уйдешь. Вот, и многие люди, они пытаются увернуться, но философия такова, что от нее невозможно увернуться. Вот, как Кришна говорит, подобно тому, как могучий ветер, дующий повсюду, всегда остается в небе, он говорит, так и все живые существа всегда остаются во мне. Как это шутят на флоте, куда же ты денешься с подводной лодки, да, ты все, никуда. Вот, так же ты куда-то от Кришны денешься, где бы ты ни находился, ты везде в нем. Ну, кого-то это расстраивает в философии, кого-то это радует. Вот, то есть, меня лично это очень порадовало в свое время, что от Кришны не уйдешь, надо просто с ним правильные отношения развить. И вот интересный момент, что для того, чтобы возник вот этот материальный мир, как такая система, допустим, космос, здесь тоже должен быть какой-то такой вот системообразующий фактор. Это брахман, безличный аспект Абсолюта, из безличного аспекта Абсолюта возникают безличные материальные элементы. То есть, вот эти вот восемь элементов, которые вот земля, да, земля, вода, огонь, воздух, пространство, ум, разум, эго – это безличные элементы, безличные. Ум, разум, эго – это простые элементы, просто материальные элементы, которые не имеют никакого индивидуального сознания, ни ум, ни разум, ни эго, они не могут работать сами по себе. Это как калькуляторы некие, это просто какой-то софт, просто программное обеспечение. Они сами не могут ничего чувствовать, ничего понимать, ничего считать не могут. Калькулятор не может считать, он предоставляет мне возможность считать, когда я там вбиваю какие-то цифры, да, он мне умножает или делит, но сам считать ничего не может, он просто помогает мне это сделать. Вот я его одушевляю, я ему заказы какие-то определенные даю. Поэтому и эго, и ум, и разум, они не имеют самостоятельной жизни, это просто оболочки определенные. Вот, а главное, что есть, это вот я, который воспринимает себя через эго, через ум, через разум, через все эти материальные элементы. Итак, для того, чтобы существовала среда материальная, нужен брахман, и этот брахман представлен в этом материальном мире как солнце. Солнце – это маленькая частица, частица брахмана, как сказано в Брахмасамхите. Вот, и свет солнца, он очень интересный. То есть, допустим, под лампочкой жизнь не появится, если вы какую-нибудь лампочку просто повесите, да, жизнь под ней не заведется, потому что свет лампочки – это урезанный свет солнца. Вот, а в Вишну Пуране сказано, что у солнца существует 100 тысяч разновидностей лучей. Есть лучи животворящие, а есть лучи убивающие, понимаете. Вот, и, допустим, какие-то лампы, они светят таким, знаете, дезинфицирующим, убивающим светом, то есть, они убивают все бактерии, вот, а солнце светит одновременно и убивающим, и оживляющим светом. И как это возможно, нам трудно понять, понимаете. И вот Вишну Пурана говорит, 100 тысяч разновидностей лучей. Вот под лампой этого дневного света никакая жизнь не появится, а вот под цветом солнца появится. Вот, потому что, скажем, там более какие-то такие тонкие разнообразные вибрации существуют, и поэтому вроде по виду и тот свет, и другой свет, но один свет не животворящий, а другой животворящий. Итак, Брахман представлен здесь как солнце, и солнце организует биологическую жизнь. Вот, и мы знаем, что без солнца здесь биологическую жизнь понять нельзя, потому что благодаря солнцу мы ее видим, мы ее видим, воспринимаем. Итак, солнце, свет солнца, это вот, скажем, в нашем таком близлежащем мире, это вот, пожалуйста, такой системообразующий фактор. Без солнца ничего здесь невозможно понять, ничего невозможно сделать, никакая жизнь не может существовать. Солнце исчезло, жизнь биологическая исчезнет. И так вот этот свет Брахмана через солнце, он позволяет нам просто видеть вещи, видеть, но видеть мало, нужно понять, что мы увидели, ведь у некоторых животных у них зрение получше, чем у нас будет, они видят, но они не понимают. И так для того, чтобы увидеть мир, для этого нужен безличный аспект абсолюта, Брахман достаточно, через солнце он проявится, а вот для того, чтобы понять, что мы увидели, это совсем другое, для этого нужен следующий аспект абсолюта, какой? Параматма. И Кришна говорит в Бхагавадгите, из меня исходит знание, память и забвение, я нахожусь в сердце каждого, как Параматма, и из меня исходит память, знание и забвение. И так, Брахман позволяет видеть глазами, просто физическими глазами, а Параматма позволяет видеть какими глазами? Глазами знания. То есть теперь то, что мы увидели, нужно понять, и без Параматма мы понять не можем, потому что именно Параматма является основой нашего разума. И так, видение глазами знания открывает уже через Параматму. А если мы хотим понять не просто вот как бы механически, что это такое, как это устроено, а хотим понять, как нам к этому относиться, вот для этого уже необходимо иметь не глаза знания, а глаза любви, которые исходят уже от Бхагавана Кришны. То есть он является вот этим вот главным, высшим организующим фактором, из которого исходят и Параматма, и Брахман. Поэтому мы видим, что большинство людей видит физическими глазами, и некоторые из них что-то понимают. То есть, допустим, уровень восприятия мира благодаря такому физическому свету, Брахмана, он присутствует. Но уже какие-то, допустим, оценки, правильное понимание жизни, оно у всех разное, потому что не у всех ясный, так сказать, контакт с Параматмой. А для многих людей, скажем, какие-то их собственные ментальные спекуляции, представления, они являются определяющими. А для того, чтобы иметь вот реальное такое понимание, как оно действительно все устроено, мы получаем это видение от Параматма. Он говорит, все, от меня это исходит знание, память и забвение. Но вот эта вот идея Бхагавана Кришны как личности, она позволяет нам не просто видеть физически, не просто видеть глазами знания, а также выработать к этому правильное отношение. Правильное отношение к этому миру – это отношение к энергии Бога. То есть, мир – это как наше сейчас поле, поле служения, поле деятельности, где мы материальные объекты, карму, себя, свое тело, какие-то свои возможности задействуем в служении. Вот, то есть, вот этот вот момент, он является самым важным, потому что, скажем так, люди озабочены зрением, очки подбирают, контактные линзы, чтобы ориентироваться в пространстве, это все очень важно. Но вот ориентироваться в других вещах, ориентироваться, скажем, уже в вопросах понимания жизни более глубоко, для этого нужны учителя, не обязательно даже духовные. Вот, допустим, параматма, она была представлена как наши школьные учителя или учителя в каких-то других учебных заведениях. Это все одна гурутатва, просто которая учит каким-то вот, допустим, ограниченным аспектам этого мира, каким-то разным наукам. Это все Кришна, это все Бог из сердца. Он учит нас через разных учителей, начиная от мамы, которая там какие-то простые вещи у нас учит, потом школьные учителя, потом университетские учителя, потом, если мы достаточно разумный, духовный учитель нашей жизни может появиться. Но это все проявление одной гурутатвы, это все проявление параматмы, проявление разума, просто в разных сферах. А вот самый сокровенный аспект Бога, он позволяет не просто понять механику, ведь вещи, а именно выработать правильное отношение. Вот это вот самый важный момент. И понимание Бхагавана, мы знаем, происходит только через процесс преданного служения. Если, допустим, Брахман, он постигается более-менее таким философским каким-то подходом, попытка увидеть единую природу во всем многообразии мира, параматма до определенной степени через медитацию может открыться человеку, мы знаем, восьмиступенчатая йога, то Бхагаван Кришна никак не открывается. То есть он открывается только через правильный подход, правильное отношение, преданное служение. Поэтому даже если мы не до конца и не все сразу, так сказать, понимаем, нам сразу предлагается начать служить Богу, даже если для нас это совершенно новая и непонятная какая-то тема, потому что через это и происходит процесс открытия, сближения с Богом. И в этом процессе служения, вернее, в духе служения должна осуществляться любая деятельность. Кришна говорит в Бхагавангите, что всякая деятельность должна совершаться как жертвоприношение Всевышнему, иначе она станет причиной рабства в этом мире, просто свяжет нас с кармой. Поэтому, когда мы говорим, допустим, о воспевании и так далее, то воспевание – это просто форма служения, мы должны относиться к воспеванию как к служению. То есть мы воспеваем святые имена, как бы поднося к Кришне вот этот вот определенный дар служения. И если человек не принимает Кришну как вот такой центральный элемент, как вот верховную личность Бога, тогда Кришна объясняет, что с ним будет. Вот в 9 главе Бхагавангиты, 11 стих, он говорит, что глупцы смеются надо мной, когда я не схожу в этот мир в человеческом облике, они не знают моей высшей божественной природы и моей власти над тем, что существует. Он говорит, в этом состоянии, он говорит, Мога-ша, Мога-кармана, Мога-гьяна, Вечетаса, он говорит, все их попытки достичь успеха в кармической деятельности, все их попытки достичь освобождения, они что? Терпят крах. Просто по одной простой причине, что они не воспринимают личностный аспект Бога. Не просто не воспринимают, они смеются над Ним. То есть они оскорбительно к Нему относятся. И поскольку успех в карме или успех в освобождении дается им одним, то каким образом можно получить успех, насмехаясь над тем, кто его дает? То есть вот это вот ключевой момент. Поэтому самое главное – это правильные отношения, что мы понимаем Кришну не просто как-то вот интеллектуально, а мы понимаем его через отношения. То есть наше понимание Бога – это не то, что я прочитал там все книжки, закрыл их и говорю, я все понял. Нет. То есть понимание Бога осуществляется через наш образ жизни. Понимание Бога – это вот теперь все, что в книжках было описано, теперь оно должно стать, моя жизнь, оно должно стать вот некой иллюстрацией к тому, что я прочитал в книжке. То есть вот все те истории, которые описываются в багом и так далее, вот туда, конечно, все, так сказать, не вставишь, но наша жизнь, она в идеале тоже должна быть какой-то вот из иллюстраций ко всем этим вещам, все с чего-то начинаем, все проходим через какие-то определенные трудности, все в конце концов приходим к Богу. Поэтому вот этот вот момент, он является ключевым, самым главным. Интересно, что вот в Бхагавадгите есть еще несколько стихов, примерно эту же тему. В 46 стихе 2 главы Бхагавадгита и Кришна говорит, что вот подобное тому, как, скажем, то, что, вернее, можно осуществить при помощи малых резервуаров воды, можно осуществить при помощи большого резервуара воды. Он говорит, точно так же, кто знает конечную цель вет, ему открывается все содержание вет. Если по-простому сказать, что как океан включает в себя все остальные водоемы, так же и знание о Боге, о Кришне, он включает в себя все остальное знание. Вот, то есть, все то, что пытаются люди, какие-то вот отдельные сферы вет, это все входит в знание Кришны. Поэтому другой стих, вот там же в 15 главе, он говорит, что «Цель всех вет – познать меня, вида и ша сарвыр агам эва видьё». То есть, опять в эту же тему. В 7 главе, 19 стих Кришна говорит, что там «Бахунаам джанманамам те гьяна вамам прападите». То есть, после многих рождений и смертей, кто-то полностью обретает полное знание. Что он делает? Он говорит, что «предаётся мне». Почему? Потому что он знает «васудэва», «сарвамыти». То есть, что всё, что есть – это Кришна в разных аспектах. Будь то Брахман, будь то Параматма, будь то Бхагаван. То есть, есть вот такие вот определенные стихи, их достаточно много и в Бхагавадгите, и в Бхагаватам, которые вот этот принцип нам дают, что познавший Бога познал всё. Или, скажем, когда процесс познания достиг какой-то вот зрелости, то результатом этого является преданное служение. В Шримад Бхагава там есть тоже стих, вторая песня, первая глава, девятнадцатый стих, и сказано «Падам тат парамам вишнор мана ятра проси дати». Это переводится так, что поскольку Верховный Господь Вишну является абсолютно истиной, то только у его стоп ум полностью успокаивается. Мана ятра проси дати, мана это манус, ум, ятра обозначает движение, хождение какое-то, а проси дати обозначает ум умиротворённый успокаивается. То есть ум получает просад только у стоп Кришны. Почему? Потому что он падам тат парамам, потому что его стопы падам, они тат того парамам, Верховного Вишну. То есть, поскольку Вишну это абсолютно истинно, то у его стоп ум мана ятра проси дати, он успокаивается полностью. Никакие другие, скажем так, предметы для медитации, они не могут дать стабильного спокойствия, а может до какой-то степени немножко всё это осесть, осадок, что называется, в нашем уме. Но если ум не очищен, то рано или поздно какие-то обстоятельства, они опять этот ум замутят. Как вот у вас, допустим, какую-то воду поставили в стакан, и, допустим, какой-то осадок осел, и вода кажется кристально чистой. Но сейчас вот стакан немножко качните туда или сюда, и опять вся эта баламуть поднимется. Потому что она может осесть, но очищение не произошло. И малейшие какие-то беспокойства, они опять поднимают всю эту муть со дна. Но когда происходит очищение ума, то её просто нет больше этой муть. Поэтому в любом состоянии ум спокоен, удовлетворён. Далее интересно есть, в Брахма-самхите, самый первый стих, Ишвара, Парама, Кришна, Садчитананда, Виграха, Анади, Радир, Говинда, Сарва, Карана, Карана. Что Кришна, Говинда, является причиной всех причин, у него вечное тело, полное вечности, знания, блаженства. И он является причиной всех причин, и сам он не имеет причин. То есть, вот это вот знание о том, что Кришна – это ключевой фактор, познав его можно понять всё, оно очень здорово облегчает наше понимание, что нет нужды во все остальные вещи погружаться. То есть, понимание всех остальных наук и так далее, оно приходит от Бога. Допустим, тот же самый какой-нибудь аюрведический врач, перед тем, как начать лечение и так далее, он обращается к Данвантаре, к этому воплощению Вишну, который дал ту медицину. Он предлагает ему это масло, то есть, он вносит ему определённые молитвы, потому что он понимает, что лечит не врач, а лечит Верховный Господь, а врач через него. Тот же какой-то астролог, он поклоняется своему божеству перед тем, как давать человеку какие-то там советы, консультации, потому что только Кришна может дать правильный ответ, правильное понимание. Поэтому все науки в действительности, которые учат нас ориентации в пространстве, во времени, здоровью, гармонии, так сказать, с этим миром, та же самая васту, это же янтра определённая, где все вот эти, скажем, полубоги находятся в центре, этот вот пупок Брахмы, Брахма-стхана, а Брахма, так сказать, это такое частичное воплощение Кришны. То есть любую систему возьмите, ориентацию во времени, ориентацию в пространстве, где угодно, в любой, так сказать, вот системе, центром обязательно будет один из аспектов, один из аспектов Верховной Личности Бога. Либо в форме энергии Брахмана Света, либо вот это будет Параматма, либо это будет Бхагаван. А для тех, кто понимает, что это одно и то же, что они Брахмите, Параматмите, Бхагаван и Ти, они от двоям не делятся, это всё одно, тогда он понимает, каким образом это всё связано. Итак, мы знаем, что когда Кришна явился, то вот все, скажем, какие-то определённые препятствия, они сразу какой-то делись. То есть Кришна появился в полночь, в такое время тяжёлое, когда какая-то гроза была, и это всё было в тюрьме, но одно его явление, оно сотворило чудеса. То есть там сразу уснули стражники, отворились ворота, вот Васудева спокойно вынес Кришну, воды Емуны разошлись, он беспрепятственно пошёл во Вриндаван. То есть это может произойти только в том случае, если Кришна является повелителем этой материальной природы. Ни при каких других обстоятельствах это не может произойти. Верим мы в это, не верим, это не имеет большого значения. В смысле, насколько мы это всё глубоко понимаем, это не имеет большого значения, потому что одни понимают глубоко, другие понимают о начальном уровне. Но это знание о том, то есть это не просто какая-то сказка, что там Кришна пришёл и всё раступилось. Это история, которая основывается на понимании того, что все энергии исходят из Кришны. Вот по этой причине. То есть не то, что там все начали там что-то суетиться и так далее, звёзды встали в нужном порядке, когда Кришна появился. Просто потому, что все энергии служат Ему. То есть он является главным, ключевым звеном, так сказать, всей этой системы. Вот поэтому, когда мы узнаём причину всех причин, нам нет необходимости пытаться постичь какие-то там промежуточные причины или что-то ещё. Допустим, если мы хотим понять происхождение мира, разных живых существ, достаточно прочитать просто один стих из Багавадгиты, глава 10, текст 6, вот всё. И там всё описано в происхождении мира. В одном стихе, в четырёх строчках, да, что там написано? Там написано, что там семь великих мудрецов, четверо великих мудрецов до них, а также эти праджапати, да, и так далее. И все живые существа, которые пошли от них и зашли из меня. Всё. Он ключевую, ключевую точку, откуда всё взялось. А теперь уже мы говорим там обезьяны, мы от обезьяны, или от обезьяны, от нас. Это не имеет принципиального значения. Обезьяны, деградировавшие люди, или люди, развившиеся из обезьян. Это не имеет большого значения. Важно понять, откуда всё. Если мы зациклились на какой-то промежуточной причине, мы думаем, что ж такое курица из яйца, или яйцо из курицы, человек из обезьяны, или обезьяна из человека. Мы застряли в промежуточных причинах. Понимаете? И поэтому мы не можем понять. Действительно, очень трудно разобраться с курицей и с яйцом. Очень трудно разобраться, мы это обезьяны, или это обезьяна от нас. Но когда мы понимаем причину всех причин, всё просто. И мы, и обезьяны, и все из Кришны. А все промежуточные причины какие-то, они уже в промежуточке. Это не имеет большого значения. То есть нам очень важно понять, с чего всё началось, и чем всё закончилось. А промежуточные какие-то причины, все эти промежуточные решения, они зачем нужны? Они не столь важны. Допустим, люди говорят, вот история, история, очень важно знать историю, иначе, если мы не знаем, кем мы там были и так далее, мы как вот Иваны, не ведающие родства, поэтому вот историки, вся слава им и хвала, они перекопали всё, достали там какие-то черепки, какие-то там артефакты, и по ним они, значит, построили историю, что там была такая цель, и это очень важно, и это очень интересно. Это не важно и не интересно, потому что это не показывает нам ничего о причине всех причин, понимаете? Мы просто будем говорить, вот наши предки там, допустим, 5 или 10 поколений назад, и что? А 15, а 25 поколений назад было, что ли? Вот, но если мы узнаём всё о причине всех причин, тогда всё по-другому. Допустим, считается, что Пураны – это настоящая история, но вот если мы скажем историкам современным, что Пураны – это история, они нам не поверят, потому что для них история – это хронология, понимаете? Год такой-то, такой-то и такой-то, это будет называться история. А мы говорим, нет, Пураны – настоящая история. Они говорят, как это вы можете объяснить? Очень просто, потому что Пураны нам показывают, с чего началось, до чего всё докатилось, понимаете? Вот, и не важно, что там написано, там какой-нибудь там 2108 год, Деновер, или ещё что-то, это не имеет никакого значения. Имеет значение источник, причина, имеет значение следствие и динамика. Что с нами происходит? Мы деградируем или мы прогрессируем? Вот это имеет значение. Поэтому Пураны буквально обозначает древности, то есть история, что было в древности. Но мы изучаем то, что было в древности, как это не покажется кому-то странно, в связи с Кришной. То есть, допустим, история, как материальная наука, много чего там, тома, 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 все это хронологии, какие-то летописы, что-то пишут, и что? Какое ощущение может сложиться по прочтению этого? Но голова распухнет информацией, но понимание, в каком направлении мы движемся, не возникнет, понимаете? Но я читаю несколько строк вот из Шимат Бхагават, из Бхагавадгиты, и за очень короткое время сразу же истина открывается, такая очень глубокая и обширная. Просто я понимаю, что есть источник всего, что из Кришны изошли, там, допустим, Брахмы, из Брахмы все эти, праджапати, мудрецы, от них там эти, ману пошли, от ману пошли уже люди и животные. Люди — это праотцы животных, просто, так сказать, Кришна дал, к тому же Дакши всем этим праотцам, семена определенные, мы их посадили, вот у нас, так сказать, люди разводят там норок, кроликов, кого хотите, там, тараканов, вот эти самые, сажают семена разные. Вот, пожалуйста, то есть так же и Брахма дает праджапати, праотцу, все, и люди становятся праотцами животных и растений. У них есть биджи, у них есть эти семена, эти модели тел, которые они сажают в разных местах, пожалуйста, все цветет, растет, пахнет замечательно. То есть все понятно, никакого времени на эволюцию, да, простите меня, Дарвин, нет, нет времени на эволюцию, то есть циклы, они все, так сказать, четко поделены, сколько длится день Брахмы, сколько там в этом дне, так сказать, Манвантар, там и все прочее, сколько длится одна Манвантара, все, никакого времени на случайную эволюцию, там, на какие-то там создания жизни, его просто нет. Все четко, так сказать, конкретно уже разложено, расписано, вот это называется история, откуда мы это все знаем? Просто из одной книжки, багавата поран за эти понять просто одна книга 18 тысяч стихов потом можете читать сколько угодно тысяч стихов там плов слова полку игореве там еще очень такое всю историю летописи изучать что что вы узнаете оттуда ну что там нет самого главного системообразующего фактора знания об источнике всего и поэтому куча информации которая в полной рассыпухе существует полнейшая каша полнейший винегрет но когда мы добавляем кришну как вот повелитель времени всего это моментально все образуется прекрасным образом вокруг него становится понятно вся история я может быть не знаю что было конкретно четыре с половиной тысячи лет назад или там шесть тысяч семьсот лет назад не имеет значения но мы знаем общую динамику что все начиналось допустим на сатья юге эпохи благости потом пошло ниже 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 вот мы сейчас здесь мы знаем как закончится коли юга когда она закончится мы знаем что будет потом вот то есть вот вам понимание истории реальная может быть там отсутся какие-то вот факты там какая где какая была битва там какой был главнокомандующий какой был правитель это все не имеет принципиального значения имеет принципиальное значение главные вещи что откуда куда идет и зачем понимаете то есть вот такая история наполнена реальным смыслом она полезная для души в то время как если мы говорим просто каких-то вещах куча всякой разной материальной информации но это никак не дает вот вдохновение для какого-то прогресса души и в чем смысл этой науки чем смысл этой науки когда кришна описывает разные он говорит в бхагавад гите среди всех видов знания есть возвышенная наука о душе то есть обозначает что все виды знания какие бы ни существовали они все подчинены этому главному виду знания то есть знание обретает некую полезность в связи с душой иначе какая бы еще была причина чтобы он сказал среди всех видов знаний с возвышенной наука о душе то есть сейчас какая королева вернее там какая 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 наука королева наук математика да почему технический век живем ракеты запускать надо да вот всем стрелять друг друга а как без математика как ты рассчитаешь все эти вещи вот поэтому в кали-югу математика этого царица 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 всех наук понимаете а конечно мне где по математику не пишут на царица наук это царица ну к в технический век когда без техники никуда вот тогда да понимаете а вообще он говорит царица наук это возвышенная наука о душе то есть мы начинаем понимать что знание имеет какую-то пользу вообще только когда когда с душой связано с этой царицей всех наук от магиана или брах магиана а если скажем знание каких-то там не знаю сопротивление материалов что-то еще там ну кучи всякого разного такого технического знания оно полезно для нашего поля деятельности но для души но никакого толку не имеет поэтому она не имеет никакого морального права называться царицей наук нет у него такого права только источник знания может говорить что является царицей наук что не является такой поэтому кришна сказал среди всех видов знания я есть возвышенная наука в душе кто может оспорить это вот потому что все остальные вещи они технически полезны и так далее там химия физика все имеет свое место но это не имеет какого-то большого значения для духовного прогресса. Поэтому, что бы мы ни изучали, на что бы мы ни смотрели, в чем бы мы ни пытались разобраться, самое главное – это понять, где здесь ключевое звено. И когда человек понимает ключевое звено, ему все остальное открывается. Поэтому Шила Прабхупада, не будучи формально, допустим, ученым, очень легко мог спорить с учеными, понимаете, очень легко. У него не было ни одной степени научной. Он даже школьный диплом не пошел получать, понимаете. Он закончил Шотландский колледж, но в знак протеста против их засилия системы. Он даже не пошел получать. У него даже не было диплома формально, школьного, аттестата, понимаете. Шукадава Гасаме вообще в школе не учился. Вот он как вышел, так и пошел на северо-матери, понимаете. И Шимат Багава там рассказал, понимаете. И седовласые мудрецы его внимательно слушали и вопросы ему задавали, понимаете. Почему? Потому что он Кришну знал. Поэтому Кришна говорит, знающий меня знает все. Это не означает, что нужно в школе не учиться. Нет, не примите, так сказать, материальное поле тоже нужно знать. Это другой наш перекос, когда мы только-только душа, а все остальное наплевать. Нет, нет, нет. Кришна говорит, знанием именуется понимание поля деятельности знающего его и то и другое. Материю нужно знать. Но в связи с Кришной, в связи с Кришной, что все эти элементы, это все его отделенная энергия. То есть мы не пренебрегаем материальной энергией. Мы знаем, что это дави-пракрития, божественная энергия. Но она занимает свое почетное второе место. Почетное второе место в нашей жизни. А вот почетное первое место должно заниматься, конечно, Атмагиана или Боговатагиана, точнее, знание о Боговане, о Кришне. Потому что душа тоже, она не имеет никакого смысла без связи с Кришной. Иначе мы просто болтаемся, так сказать, непонятно для чего, и придумываем себе смыслы жизни всякие разные. А когда есть Кришна, это наш смысл жизни, наш, вытекает просто из его положения. Он Господин, я слуга, не нужно много думать. Только найди способ, как служить, прояви свою индивидуальную природу, и все. А уже, в общем-то, дело, занятие уже решено. Он Господин, ты слуга. Осталось только определиться в форме служения. Но это дело времени. Если человек искренний, то Кришна дает ему разум, помогает, каким образом заняться. Вот и все. Поэтому, когда мы оказываемся в какой-то, так сказать, вот ситуации, в каком-то месте, самое главное, понять ключевое звено. Кто здесь главный, кто здесь, так сказать, определяющий, да? Вот, если мы поняли, что вот в теле главное сердце, мы будем его беречь, допустим. Если мы поняли, что законы Бога, они определяют гармонию в этом мире, мы следуем, если мы понимаем, что благополучие общества зависит от того, насколько в этом обществе, в центре Кришна присутствует, как вот центр нашего служения, общество будет более или менее гармоничное, с минимумом всяких разных конфликтов. То есть, когда мы научимся в своей жизни реально видеть Кришну в центре всего и ставить его, не просто пассивно созерцать, а также и активно ставить его в центр жизни, через процесс преданного служения, тогда любая система, в которой мы не находились бы, она гармонизируется, она стабилизируется. Именно таким образом все происходит. И духовный мир в этом плане это самая стабильная система, потому что он не рушится никогда, так как вот там Кришна в центре. В материальном мире Кришна тоже в центре, но он невидим, он наблюдает и дозволяет, как парамат. И тогда живые существа в центре ставят себя, и не просто себя, нейтрального себя, а они ставят себя полного амбиции, они ставят себя полного вожделения. И что делает эта сила вожделения? Как Кришна говорит, это страшные, всепожирающие, разрушающие враг этого мира. Почему вещи разрушаются в этом мире? Исключительно из-за вожделения. Вот все. То есть вместо того, чтобы Кришна и служение Ему в центре стояло, вместо я ставлю себя и наслаждение своих чувств. Вот и все. Вот это и есть главная причина смерти, разрушения, всего остального. Очень простая наука на самом деле. Но он берет отсюда Кришну, и ничего не понятно. Люди говорят, какая сложная жизнь. Жизнь очень сложная, когда мы не понимаем, кто в центре этой жизни стоит. Поставь Кришну в центр, все просто сразу же становится. Очень просто. В связи с ним все выкристаллизовывается, все проясняется замечательным образом. Уберите Кришну и просто какой-то хаос. Это просто какой-то хаос, просто какой-то кошмар. Что за жизнь вообще? Действительно, жизнь без Бога, она и глупа, и смешна, и бессмысленна. Ставим его в центр, все сразу расцвело. В сознании правильное понимание. Не просто правильное понимание, правильное отношение. Итак, элемент Брахмана позволяет нам видеть физический предмет. Элемент Параматмы позволяет нам понимать то, что мы видим. А элемент Бхагавана позволяет нам правильно относиться ко всему в духе служения, в духе любви. Итак, Кришна во всех своих трех аспектах, Он является вот таким главным системообразующим. И через процесс преданного служения мы получаем знания о Бхагаване в первую очередь, опыт взаимоотношения с ним, опыт служения ему. Параматма и Бхагавана, не скажем, Параматма, вернее, и Брахмана, неестественным образом следует за Бхагаван. Ари Кришна. Какие-то есть комментарии, дополнения или вопросы? В 16 часов лекция Гусая Махараджа, поэтому нам нужно оперативно двигаться, чтобы Вы немножко могли еще и отдохнуть. Да, пожалуйста. Что Кришна? Кришна наслаждается? Как понять, что Кришна всем наслаждается? То есть, Вас смущает момент, что Он может наслаждаться через нас? Его чувства от наших независимы. Не то, что Кришна хочет выпить, и Он заставляет какого-нибудь алкоголика пойти в магазин, купить, за углом опрокинуть рюмку, и Кришна говорит, «О, я через Него насладился». Нет. По этому поводу Кришна в 14 главе Бхагавадгиты говорит «отвратительное гуна невежества». Он ее оценивает «отвратительное». То есть, Кришна наслаждаться невежеством не может. Он ее сам называет «отвратительное». Поэтому гунами Он не наслаждается. Кришна Его называют «атмарама». Это обозначает, что Его чувства удовлетворены всегда в себе. Потому что даже когда Он один, Его энергия находится внутри Него. То есть, мы говорим иногда, допустим, Шримати Радхарани «внутренняя энергия Верховного Господа». Хотя мы видим ее вполне вне, да, Кришна. То есть, она проявляется из Него вовне ради видимых игр, в которых участвовали многие другие живые существа. Но когда Он, допустим, в такой служебной роли, как параматма, один, вроде как без Радхарани, эта внутренняя энергия, она реально внутренняя, она в нем, понимаете. И поэтому Он всегда улыбается. То есть, эта энергия служит ему изнутри. То есть, Он счастлив всегда внутри себя. У нас нет вот этой вот энергии, такое наслаждение внутренней, поэтому мы вовне лезем, вовне, дайте там наслаждаться внешней средой. Вот. Хотя внутри нас также есть Кришна. Если мы будем, откроем его в себе, всегда удовлетворенного Кришны, мы будем удовлетворены. Вот. Но нам это кажется странным образом жизни, и нам вот хочется все вокруг тут, поле деятельности развить, настроить и вот так наслаждаться, запутаться во всем этом. Поэтому, когда мы говорим о наслаждении Кришны, то высшее существо наслаждается высшими формами наслаждения. Понимаете? Если даже какие-нибудь вот трое забулдык предложат интеллигентному человеку там что-нибудь с ними выпить, закусить, он побрезгует, потому что он вот такую бормотуху не пьет и такой ерундой не закусывает. Понимаете? Даже если он будет пить и закусывает, только что-нибудь там более высокого, так сказать, качества, выдержки и так далее, просто потому, что он в других гуннах живет. Понимаете? Вот. Поэтому, если даже обыкновенный человек не будет наслаждаться какими-то низшими вещами, вот, вы же не будете наслаждаться тем, чем наслаждается, допустим, кошка или собака на помойке нашли там какой-нибудь недоеденный там гамбургер, и счастливый, да, у них удачный день. Вот. Но вы не будете с ними трапезу делить, понимаете? Вот. Просто потому, что, скажем, у вас более высокие вкусы. Как же мы можем допустить, что Бог через нас наслаждается? Странная идея. Поэтому он наслаждается внутренней энергии, Натмарама. А этими внешними гуннами это вот наслаждаются существа с не очень высоким вкусом. Если бы Кришна наслаждался всем тем, чем мы наслаждаемся, было бы очень странно, что он нас призывает к высшему вкусу. Он нам говорит, развей высший вкус, а сам потихонечку то, что мы едим, да, отвлекает нас, да, чтобы ему больше досталось. Вы давайте к высшему вкусу, я тут пока ваше все съем, да? Не такая философия. Кришна нас призывает к высшему вкусу, потому что он всегда в самом высшем вкусе находится. Поэтому это ложная философия о том, что Кришна через наши чувства материей наслаждается. Нет такого в шастрах. Еще? Пожалуйста. Если человек знает теоретически, что Кришна Бог не посвящает себя служению, ну да, это обозначает, что его знание, оно такое исключительно поверхность информационная, это знание очень легко исчезнет, как вот знаете, какая-то такая вот мелкая лужица после дождя, вот лужица, после дождя, но солнце пригрело, и все исчезнет. То есть, стоит только какому-то чувственному наслаждению в жизни человека появиться, какому-то соблазну, и он тут же забудет, что Кришна Бог, понимаете? То есть, но океан, допустим, он не пересохнет, он глубокий. Вот поэтому, когда у человека глубокое осознание, что Кришна Бог, оно и проявляется в служении, понимаете? Вот, а если знание поверхностное, просто прочитал об этом, ну, Кришна Бог, я в принципе не против, спорить не буду, что мне. Вот, но это не реализовано, не прошло через сердце, то есть, это эмоционально не окрасилось, и человек не получил через преданное служение этот вот ответ от Бога, понимаете? Одно дело теоретически знать, что Кришна это Бог, другое дело, это в процессе преданного служения, ощутить, как он участвует, он принимает наше подношение, и как он, скажем, проявляется в виде какого-то понимания, или какого-то, это совсем другие, это разные вещи, понимаете? Одно дело прочитать книжку про любовь, и другое дело, скажем, пережить любовь в своей жизни, это разные вещи, понимаете? поэтому вот этот вот опыт взаимоотношения с Богом, это и есть знание, вегиан, это и есть знание, а это просто, скажем так, инструкция, просто инструкция, то, что у меня есть инструкция, еще не обозначает, что я в полной мере всем пользуюсь, овладел, вот, хорошо иметь инструкцию в кармане, но лучше, когда вот она в действии. Пожалуйста, ваш вопрос. Спасибо, большое спасибо, Дорек, что это интересно, это пока. Вопрос следующий. Безусловно, есть высшая цель человеческой жизни, да, а вот что делать с обидцами, внутри себя, которые, ну, как бы, каким-то определенным способом они диктуют, что, ну, у нас добиваться какие-то промежуточные цели в своей жизни, как связать промежуточные цели и амбиции нашего ума с высшей целью, очень просто, нужно их выстроить по времени, вот и все. Для этого нам и даны разные уклады жизни, в рамачарии, греха, астхова, напрасха, санясь, вот, и тут самое главное не тянуть, чем раньше, тем лучше, чем быстрее начнем, тем раньше закончим, вот, если человек борется с этими вещами, борется и борется, и борется, и они никак не уходят, ему уже, так сказать, пора санясу принимать, а он все это самое, ну, тогда, как говорится, next life, в следующей жизни, продолжение следует, следующая серия, сериал на этом не закончится, понимаете, мы сами. Поэтому нам время на то и дано, понимаете, вот эти промежутки, сначала учись, получай знания, и материальные, и духовные, потом применяй его на практике, греха с хаашем, в конце концов, когда человек завяз всеми, так сказать, своими конечностями в этом ашраме, это не является проблемой, если у него в голове, вот, правильная идея, куда ползти, надо, так сказать, как вот из всего этого дела выбираться, вот, и когда приходит определенное время, проблемы все как-то постепенно решаются, 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 и в конце концов, живое существо уже имеет больше какой-то свободы, и к этому времени уже лучше не иметь этих больших амбиций, вот, поэтому если есть какие-то амбиции в карьере, там, как-то себя проявить, творчески, в этом нет проблем никаких, понимаете, никаких проблем, на это и дается какой-то промежуток времени, вот, не нужно думать, что все должны, всех мы там на саньясу гоним, нет, такой нет задачи, вот, пусть человек пройдет через все это, но он должен знать, что всему свое время, если он, вот, не будет ориентироваться в всех этих вещах, тогда будут проблемы, понимаете, то есть, допустим, как вот, мы же понимаем, вот это утро, это день, вечер, и все в свое время делается, да, попробуйте все смешать, ночью работать, там, днем спать, ну, это долго не будет получаться, в конце концов, у человека какие-то нездоровые тенденции начнут развиваться, понимаете, вот, поэтому, очень важно понять, какое время, для чего предназначено, и пока человек молод, зная Кришну, не теряя его, как вот такая, знаете, как полярная звезда, неподвижная в небе всегда, она выше всех висит, и обо всем нам напоминает, вот, именно на нее, так сказать, регулярно смотрим, она для нас ориентиром является, вот, и тем временем, вы пока делаете те дела, которые, скажем, по вашей карме, там, как-то вот, вам, для вас, кажется, важны, и так далее, вот, но все, что имеет начало, то имеет конец, то есть, любое дело, его важно, начать, как-то там, поддержать, довести до какой-то кондиции, может быть, там, передать какому-то новому поколению, и так далее, а самому же пойти дальше, вот, то есть, вот, правильного времени расположить все эти задачи, и все, то есть, не должно быть такого, что материальная цель, она, ну, захватывает нас полностью, тут, у нас есть одна высшая цель, все остальные, это, ну, скажем так, вот, мы, как вот, говорится, что когда живое существо возвращается обратно к Богу, он уж пролетает мимо всех этих там райских планет, и все, то есть, мы специально на райские планеты не стремимся, но когда мы возвращаемся обратно к Богу, мы, как бы, такое краткая экскурсия по всему миру есть, поэтому здесь каких-то потерь нет, почему Кришна говорит, на этом пути никто не знает потерь, никто не знает потерь, не то, что вот только один Кришна, я еще хотел на райских планетах побывать, а вот никак не получается, что делать, да, можете не волноваться, это все в Кришну входит. Да. Спасибо большое. Можно спросить, каким образом знание о Кришне, оно становится, верой в Кришну, ну, какой механизм, как он, как он, с целью достичь? верой, не очень понял. Сначала, вот у меня нет сейчас цели достичь Кришны, или Кришна прием, у меня нет такой цели, но мне все говорят, что нужно начать со знания Кришны, ты узнай его сначала, а потом цель появится, ну, понять, какой механизм, как из этого знания Кришны появляется? Каким образом, скажите мне, пожалуйста, как вот из семени, какого-нибудь плода, да, появляется плод? Какой механизм? То есть, вот это семя, оно связано с этим самым, со стеблем, да, стебель, земля, питательная почва, солнце, вода, и вот эта семечка, скажем, если вы попробуете, ну, какой-нибудь, не знаю, там, какой-нибудь самый сладкий плод, да, возьмите его семя, попробуйте, никакой сладости вы там не ощутите, обычный, какой-то нейтральный, может даже горький будет, вот, но если оно остается связанным со стеблем, с питательной почвой, вода, земля, солнце, вот, то в течение времени эта семечка, оно даст какую-то зависть, потом уже растет какой-то плод, зеленый сначала будет, а потом он, немножко, так сказать, уже пожелтеет, покраснеет, ставим спелым, и там откуда-то вкус появится, понимаете? Вот, поэтому сейчас мы говорим о сознании Кришны в зачаточной фазе, то есть оно существует, как некое семя, бхакти лата биджи, семя преданного служения, и, как известно, как я сказал только что, семя, оно не имеет вкуса, погрозите семя яблока, неинтересно, да? А вот яблоко вкусное, понимаете? Хотя это яблоко, из этого семя не выросло, то есть вот эти вот фазы, созревания семени, переход его в яблоко, это время, и правильная питательная среда, поэтому если мы находимся в правильной питательной среде, садху санга, да, общение с вашими шнавами, вот, и совершаем такие правильные, целенаправленные действия, ведущие постепенно к этой цели, то есть в течение времени, вот это вот, то, что сейчас в форме просто какого-то зачатка, некого знания, такого маленького, небольшого семечка, какой-то интерес есть небольшой у нас, к этой теме, а если мы остаемся в питательной среде, вот, и все правильно делаем, то есть в течение времени это семя, оно превратится в плод, Плод любви Плод уже имеет вкус Поэтому и время это не просто какая-то безличная сила Это тоже Кришна Когда мы говорим, время лечит, время учит Это Кришна лечит, Кришна учит Поэтому нет ничего кроме Кришны Пространство, время Всё, всё Кришна Поэтому пространство Это прокрития, это отражение Шимати Радхарани, Дурга Деви Время, это сам Кришна, активная сила Поэтому Радха Кришна на алтаре А у нас Радха Кришна как пространство и время представлено. Мы просто не видим этих вещей, не понимаем, что пространство – это его энергия, а время – это мужской принцип, который двигает пространство. Пространство пассивно, материальный элемент, а время активно. Поэтому Кришна говорит, «Я есть время, великий разрушитель миров». Он боговодвитель. Радха Кришна везде. На алтаре они там красивые, допустим, в нарядах стоят, с гирляндами. А Радха Кришна в виде пространства и времени вокруг нас. Нам только глаза открыть надо. При помощи знаний увидеть, что мы находимся всегда в Боге. Какие-то временные надписи, что город такой-то – не верьте. Что мы в каком-то городе находимся, что-то еще – не верьте. Это временные вещи. Как вот, знаете, такая технология была в те времена, когда эти самые террористы, в общем, угонщики самолетов. В одно время модно угонять самолеты. И, значит, чтобы этого террориста, так сказать, убедить в том, что он в нужный город прилетел, там в каждом аэропорту эти все буквочки такие эти самые были. И быстро собирали, как вот эту самую. Раз, 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 он из окна – видишь, прилетел в такой-то город. О, отлично, все. Не верьте. Если вам говорят, что вы живете в Москве, где-то еще, в Санкт-Петербурге – не верьте. Это просто временно буквочки так собраны. Понимаете? Было время, когда этого города не было, будет время, когда его не будет. Мы живем в царстве Бога всегда. Не верьте временным иллюзиям. Понимаете? Не верьте временным именам, не верьте временным формам. Потому что есть вечные имена, есть вечные формы. Но иллюзия побуждает нас верить в эти временные какие-то образования, в которых мы живем. Мы говорим, вот мы живем в такой стране, в таком городе, так тяжело. Это временное обозначение. Мы всегда в Боге живем. Но мы не видим этого. Поэтому нужно резкость навести. То есть при помощи шастр. Шастр, Гуру, Садху – те, кто дают нам зрение. Почему мы говорим «Ома гьяна тимирандася, генанджа наша лака, я чакшурун милитамена, тасмайши и гуравенамага». Я выражаю почтение своему учителю, который дал мне глаза знания, хотя я был рожден слепым в невежестве. Понимаете? Что это за глаза такие знания? Глаза, когда мы видим Бога везде, в любых обстоятельствах. И мы больше живем не в материальном мире и не в материальном времени. Год такой-то, эпоха такая-то, период того-то, период сего-то. Мы живем в вечной системе, потому что мы вечные существа и мы находимся в царстве Бога. И это не иллюзия, такова реальность. А вот все, что нас окружает, это и есть иллюзия, которая обсыпется с течением времени. Это просто временный камуфляж. Понимаете? Да, пожалуйста. Жить сердцем, жить здесь и сейчас. Сердце – это очень комплексное понятие. В сердце находится душа, в сердце находится параматма, в сердце находится эго, в сердце находится ум, в сердце находится разум. Поэтому жить сердцем – это, знаете, как коммуналка. Коммунальная квартира, там много кто живет, понимаете? Сердце – это очень общее понятие. А в этом сердце, коммунальном, там целый зоопарк. Поэтому говорят, живите сердцем – это очень спекулятивное утверждение, которое каждый может понять совершенно по-своему. Понимаете? Вот если нам сказать, что живи сердцем, имея в виду побуждение души и параматмы, все прекрасно, возражения нет. Но если говорится, живи сердцем, имеется в виду какие-то там побуждения ума и так далее, то это уже ошибка. Понимаете? Вот поэтому здесь нужно дифференцировать. Как мы знаем, что, допустим, слово атма в переводе санскрита может означать по обстоятельствам и тело, и ум, и душу. Понимаете? И в разных контекстах оно обозначает разные вещи. Точно так же сердце – это очень общее понятие. Сердце в смысле душа, сердце в смысле параматма, сердце в смысле обусловленный ум, все сердце. Понимаете? Но что касается… Живи сейчас или что там? Здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Опять же, что такое здесь и сейчас? Вот если вот прямо в этой точке, да? Окей, вот там у вас паркетный пол, там здесь или что такое. То есть, это имеет смысл тогда, когда… Ради чего? Понимаете? То есть, когда мы здесь и сейчас находимся с Богом. Если мы здесь и сейчас находимся с майей, то никакого смысла в этом наставлении нет. Понимаете? Вот потому что есть такие очень хитрые философии. Вот как я тоже в юности изучал, такая вот смешная философия есть, дзен-буддизм называется. Я очень был, так сказать, вдохновлен этой концепцией. И там здесь сейчас это очень интересно интерпретируется, что вот то, что вот сейчас вот тебе как бы судьба дает, какую бы форму майя это не имело, вот это вот, это и поглощай, вот это вот тебе дал сейчас Бог и так далее. Да как вот, да простите меня, Далай-лама, да? Вот когда его спросили, почему он ест мясо, хотя изначально буддисты вроде как не ели мясо, да, Ахимса, он говорит, ну, Господь послал мне сейчас это, как я буду отказываться от того, что мне Господь послал? Ну, действительно, трудно возразить. Бог дал, да? Вот. А то, что мы должны, что он там также дал разум Бог, не только дал нам эту пищу, да, а также дал разум, что может быть вот эту пищу я отодвину, а вот эту вот я съем. Вот об этом почему-то он умолчал. Хотя, если Бог нам дал разум, то в разуме одна из его функций – это различать, понимаете? Вот вам дали курицу с рисом. Что делать? Ну, курицу мы, так сказать, отодвинем, а рис может съедим, если больше ничего нет, да? Вот если мы там где-нибудь в самолете или нам нечего другого есть. То есть, да, Бог мне дал. Он также дал мне разум и способность выбирать, что это я съем, а это я отложу, понимаете? Вот. Поэтому, когда нам говорят, будь здесь и сейчас, в связи с чем? В связи с тем, что должен наслаждаться или в связи с тем, что должен служить? Понимаете? Это слишком общие формулировки. Слишком общие. Поэтому культура мышления обозначает, что вот мы теперь эти общие формулировки конкретизируем. Конкретизируем. И когда начинаем конкретизировать, туда начинают детальки разные произведутся. Что, да, Бог дал, пищу дал, но также дал разум. Одну пищу отложить в сторону, а другую пищу принять. Понимаете? Если Он мне дал этот момент здесь и сейчас, для чего я его использую? Для того, чтобы наслаждаться самому здесь и сейчас или для того, чтобы служить Кришне здесь и сейчас? И содержание момента полностью меняется. И содержание места меняется. Если это место, войдя в служу Кришне, это место становится святым. Если в этом месте я занимаюсь чувством наслаждения, это место становится оскверненным. Понимаете? И что это здесь и сейчас обозначает? В смысле чувства наслаждения и в смысле преданного служения. Выход совершенно разный. И результат совершенно разный. Понимаете? Поэтому от общего нам нужно перейти к конкретному. Еще какие-то вопросы, комментарии, дополнения? А, пожалуйста. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, что такое сознание? Как можно было открыть? Сознание? Сознание – это эманация души Такшила Прабхупада. Кришна говорит в Бхагавадгите, в 2 главе, что пронизывает тело неразрушимо. Сознание, обладающее неразрушимой силой, то есть оно обладает природой сад, вечности. Также у сознания есть функция познавания, чит. И у него есть тенденция искать счастье, ананда. То есть это эманация души, сознание, эманация души. Мы, скажем так, сознание – это видимая часть души. Душа не видна, у нее нет размера. Апромея, не имеющая размера, неизмеримая душа. Но сознание – это видимая часть души. По сознанию мы узнаем, что душа в теле. Это даже материалисты знают. То есть они там смотрят, реагируют, не реагируют. Слово «душа» не говорят, но сознание. Они говорят о сознании. Сознания нет, ну все, значит уже пошли какие-то там признаки разрушения. То есть сознание – это признак души, это видимая часть души. И сознание проявляет себя вот в трех таких вот ипостасях и в трех тенденциях. Тенденция – вечно или долго жить, сад. Тенденция – познавать вещи. В худшем случае мы познаем, просто копаемся в земле, материю там перебираем, да, как вот на свалке кто-нибудь там перебирается, он ищет, да, там счастье какое-то на свалке. А в высшем смысле человек начинает перебирать материальный элемент, уже не на свалке, санки называется, он там счастье ищет. Все элементы, 24 элемента поля деятельности, он тут другое перебирает, ради другого перебирает все это. Итак, тенденция к познанию либо материи, либо духа, низшая форма познания, высшая форма познания. И последняя тенденция души – это стремление к счастью, она, да, вот все. Да. Кришна – источник всего, а в нас есть зависть. Каким образом эта зависть изначально из Кришны исходит? Здесь нужно понять, что все, что есть в материальном мире, является искаженным отражением Бога, то есть не прямым, а искаженным. Вот потому что в духовном мире есть любовь, в материальном мире она выступает как вожделение. Вожделение в духовном мире, как такой разрушительной силой, которая здесь разрушает материальный мир, там ее нет. Зависть – это, скажем так, трансформированное желание служить. Желание служить превращается в нежелание служить, а наоборот, так сказать, в желание, чтобы мне служили. И когда я вижу, как, допустим, кто-то наслаждается лучше меня, то есть наслаждается, обозначаешь, что кто-то ему служит, понимаете? Допустим, у человека есть какая-нибудь, ну, дорогая машина, у меня нет никакой машины, да? И вот я смотрю, как он садится в свою машину, там, ву-у-у, и рванул, полетел. То есть машина, как некий механизм, янтра ему сейчас служит. И он наслаждается тем служением, тем комфортом, которому предоставляет данная янтра, допустим, да? И зависть наша проявляется в том, что у него это есть, а у меня этого нет. То есть зависть – это когда мы смотрим на то, как другим служат или другие наслаждаются. Вот и все. То есть в духовном мире есть служение, есть объект служения, у нас такая же роль служения есть. Но когда, скажем, живое существо по каким-то причинам, скажем, выпадает из этого активного режима служения, тогда живое существо, оно не может, скажем, не мыслить, ничего не чувствовать, оно начинает, его сознание начинает, скажем так, искажаться. Вот, допустим, в седьмой песне Бхагаватам, где вот описывается, по-моему, глава, кажется, прохлада Махараджа, «Совершенный преданный Господь», что-то такое, там описываются разные качества прохлады, и там описывается, каким образом вожделение поражает сознание человека, и как вот, какие качества он начинает теперь проявлять, да, там в одном случае, когда душа чиста, как его сознание функционирует, потом, когда его сознание поражает вожделение, как теперь его сознание функционирует, как одно меняется на другое, вместо щедрости появляется жадность, там вместо, скажем, там бескорыстия, корысть, там, ну и прочего, такие вот разные вещи. То есть все те вещи, которые негативные мы сейчас имеем, они не обязательно в таком же виде присутствуют в духовном мире. То есть это форма искажения, вот, и в частности, зависть – это искаженное состояние принципа служения. Вот и все. Вот и все. Мы завидуем, как кто-то кому-то служит, и кто-то наслаждается этим служением. Мы завидуем Кришне, мы завидуем другим живым существам, которые имеют некий какой-то, может быть, больший комфорт, кто-то им там служит, или какие-то у них есть условия, которые служат этим людям. Видя это, у нас появляется зависть. То есть зависть – это просто наша реакция на то, что кто-то кому-то служит. Вот и все. Что не нам служит, что не мы наслаждаемся. Вот и все. Поэтому там нет повода для зависти. Это то же самое, как Парупада. Я все время меня потрясла одна фраза, когда Парупада сказал, что на солнце нет тени. Я подумал, действительно, на солнце нет тени. Везде есть тени, на солнце нет тени. Где-то, откуда-то там тени взяться-то, да, на солнце. Но то же самое, в духовном мире нет зависти, как на солнце нет тени. А во всех остальных местах есть тени, потому что весь остальный мир – это форма отклонения от Бога, от Света. Пожалуйста. Что значит быть простым человеком? Грань между простой и фамильярностью? Простота обозначает, что человек не играет. Он не изображает ничего. Он не пытается показаться лучше, чем он есть. Он не пытается придать себе какой-то искусственный вес, какую-то искусственную важность, что он бывал и везде был, все знает, и то читал, и все. То есть простота обозначает, что когда он что-то хочет, он прямо об этом говорит. Он не начинает какую-то долгую арт-подготовку, чтобы как-то закамуфлировать свои истинные намерения, что-то еще, там никакой туман впереди себя не гонит. То есть простой человек – это человек, который приходит и говорит, здравствуйте, то-то, то-то, я могу то, хочу это, все. То есть как бы нет второго дна, с ним просто, понимаете, видно, что он никакой, так сказать, стратегии, тактики не следует. То есть вот он открытый, так сказать, как ребенок, понимаете, то есть вот такой, не то, что наивный, да, но простой, скажем, его, он ни от кого не защищается, он не циник. То есть его сознание не имеет этих вот искажений всех современных, понимаете, мы все битые, тертые жизнью, да, и поэтому нас просто, как дела, я говорю, что тебе действительно так нужно знать, что ли, да, и все. То есть я не могу сказать просто, да, вот я начинаю как-то сразу оборону строить определенную, вот, потому что жизнь такая сложная, и мы сложные, да, жизнь, если бы жизнь была простая, и мы были бы простые. Почему, говорится, что в деревне люди проще, жизнь проще, и люди проще, понимаете, в городах жизнь сложная, и люди сложные. В деревне, если там живет, там, 200-300-500 человек, они все друг друга знают, понимаете, там трудно кого-то обмануть, потому что, так сказать, там, благодаря, там, сарафанному радио, так сказать, все обо всех известно, да. Вот, а в городе тут трудно, да, тут еще много разных таких вот препонов и так далее. Жизнь сложная, люди сложные, понимаете, потому что здесь мы чувствуем, что я охотник, вот, жертва, а я сам жертва для кого-то другого охотника, и вот мы в таком вот, знаете, мире. А когда люди, жизнь простая, они никого ни в чем не подозревают, и сами, так сказать, ни на кого никаких там корыстных видов не имеют, это простота, понимаете. То есть в условиях сложной жизни быть простым не просто, а жизнь простая, и человек простой, жизнь сложная, и люди формируют там вокруг себя целую кучу всяких разных комплексов, какой-то вот оборонной системы там и так далее. Вот, поэтому, с одной стороны, вот эта вот сложность наших характеров, это, с одной стороны, продукт системы, в которой мы живем, но душа вообще она проста. И поэтому, чем человек становится, скажем, более одухотворенным, тем он проще, то есть не вот эти вот все комплексы, которые он набрал в этой так называемой современной цивилизации урбанистической, они постепенно отходят. Это не обозначает, что мы должны быть какими-то простачками, дурачками, да, и мы уходим из аэропорта, там стоит какой-нибудь человек с таким странным выражением лица, и приглашает нас почти бесплатно куда-то там доехать. Вот, понятно, что что-то здесь не то, понимаете, то есть мы не должны разум никогда выключить, да, да, конечно, это сам Господь меня ведет, да, вот, и я знаю, что через пять минут, там, я уже буду в канаве валяться, да, где-нибудь там, а мои вещи, там, мои деньги будут у этого дяди, у нас следующего такого же будет простого, как я, охотиться. Вот, то есть мы не должны быть вот такими, понимаете, то есть, Прабхупада говорил, с хитрецами вы тоже должны быть хитрецами, но в обществе вайшнавов, это вот шаралата, простота, это одно из качеств вайшнавов в Аксистанце Расвати Тхакурге. Вот, поэтому, скажем, простая среда, скажем, простая жизнь, она генерирует вот такие простые отношения, сложная среда, сложная жизнь, она побуждает людей обманывать, хитрить, там, какие-то интриги строить, там, куда-то пробиваться, кого-то отталкивать, там, с кем-то конкурировать, понимаете. Вот, когда жизнь такая и отношения такие, а когда в жизни ничего этого нет, у людей какие-то простые возвышенные цели, тогда все просто. Поэтому здесь нужно, скажем так, иногда включать технику безопасности, вот, как эта история про то, как какая-то там кобра стала преданной, да, и такая простая стала вообще, ее там, ну, не носили, дать кусаться, что теперь нельзя, да. Вот, и, значит, узнали о том, что вот она такая стала добрая теперь змея, и давать на все на ней издеваться там, и камнями в нее кидать и так далее. А ее учителем был на Радамуне, она ему пожаловалась, то есть вот эта вот простота мне дорого обходится. Вот, он ей совет дал, что вот когда там где-нибудь в нормальной среде, будь простой и спокойной. Но когда видишь, на тебя-то нападают, капюшон раздуваешь, шипи на всякий случай. Вот, то есть техника безопасности, она должна быть техникой безопасности, вот, потому что мы в опасном мире живем. Кришна говорит, на этом шагу, на каждом, в этой жизни на каждом шагу постерегает опасность, поэтому техника безопасности должна быть. Но при этом мы должны понять, как в какой среде себя вести. Если, допустим, полицейский там на работе там на всех орет, там, да, или дубинкой размахивает, или там выписывает там всем какие-нибудь штрафы, если он так дома себе начнет вести себя, представляете, там, жене штраф, сыну там дубинкой там по горбу, да, и что тут за жизнь будет, да. Вот, то есть он на работе полицейский, а дома он должен, по идее, быть любящий отец, понимаете. Вот, поэтому нужно уметь переключаться. Организаторы, вы, пожалуйста, время контроля, как-то, я не знаю, какой-то отдых, перерыв должен быть, да, между лекциями? Ничего, да? Ну, то есть вы это настроили сегодня, две лекции подряд, день усиленной философской подготовки. Хорошо, пожалуйста. Чуть громче. Как имперсонализм распространился где? Шан Карачария? Нет. Шан Карачария сформулировал и провозгласил идеи имперсонализма. Имперсонализм всегда был, есть и будет. Вот, то есть мы знаем, что есть вечные философии. Шадаршан – это вечная философия. Их никто не придумывает. Их просто в разные эпохи, под разными названиями разные мудрецы формулируют. Это просто разные отношения к миру, которые были и всегда есть. Эти вот Шадаршан, понимаете. Вот, поэтому Шан Карачария – это в обозримой истории известный человек, который сформулировал как-то эти идеи на основе, и как-то их проповедовал. Он не является основоположником этого всего. Он все из вед взял. В ведах есть много чего такого, что можно воспринять в таком духе. Вот, а в целом имперсонализм, он распространился по одной простой причине. В Калю-югу он особенно популярен, потому что имперсонализм, скажем, возрастает дух чувственного наслаждения. И чувственное наслаждение, оно делает людей эгоистами. То есть они себя чувствуют, других не чувствуют. Поэтому их отношение к другим становится потребительским. Для того, чтобы мне легко было другого потреблять, мне нужно, скажем так, поменьше загружать свою совесть тем, что он живой тоже, какое-то живое существо. Вот я кого-то съел, боже мой, я, наверное, убийца. Представьте себе, материалист, который ест мясо, он каждый день мучается комплексом, да, что он убийца, там, чуть ли не какой-то там, это самый ужасный. Как он жить будет? Вот поэтому им говорят, там, аборты, это же не убийство человека, это просто ткань, там, удалили ткань какую-то, да. А животные, ну что, ну это же просто мясо, это же просто наша пища и так далее. То есть имперсонализм обозначает, что мы перестаем осознавать другие живые существа, как личности. Это некий тоже, знаете, механизм самосохранения сознания, чтобы как-то вот более-менее спать спокойно, и не должен чувствовать себя вот так, знаете, что вот я там какой-то преступник. Если мы поймем, что все вокруг личности, личностные отношения и так далее, мы не готовы к такому типу отношений, понимаете? То есть вот эта вот наша скудость сердца, неспособность на любовь в кали-югу, она и проявляется как имперсонализм, что личностные отношения, они уменьшены, они сужены, может быть, они там на нескольких человек распространяются, ко всем остальным я отношусь как к неким фигурам, то есть вот там двигаю туда или сюда, там, вот от этого человека можно взять то, от этого это, он полезен в этом или в том. Вот, то есть имперсонализм, это не просто какие-то, знаете, сложные там все философские там какие-то категории, которые Шангарачария выдвигал. Имперсонализм, он в жизни проявляется в таком, знаете, вот активном потреблении, то есть имперсонализм сейчас это не то, что вот, знаете, давайте все уйдем в Адрикаши, в Гималай, будем повторять Ом там вот и сосредоточимся на великом ничто, осознаем там брезность всех форм и там сольемся с Брахманом. Никто такой имперсонализм не практикует, понимаете? Имперсонализм имеет совершенно конкретные, так сказать, четкие прикладные, так сказать, вот такие проявления, что имперсонализм означает, я не считаю, что есть какой-то личностный Бог, я не считаю, что я, допустим, там вечен, я не считаю, что другой там является личностью, поэтому это оправдывает мое потребительское отношение, поэтому я могу легко и спокойно беспокоить других окружающих, я даже не чувствую, что они там могут у кого-то что-то забрать, я не понимаю, что теперь пострадает этот человек и его семья, мне дела до этого нет, понимаете? То есть имперсонализм проявляется в такой, знаете, нечувствительности к страданиям других, к личностной природе других живых существ, вот. И, естественно, что имперсонализм, он также связан с тем, что нет никаких последствий, понимаете? Нет никаких последствий, то есть в конце концов там все с чем-то там сольемся таким вот единым и так далее. То есть имперсонализм в такой, скажем, прикладной, упрощенной форме, он является образом жизни современного человека. Когда наши ценности лежат в безличных вещах, когда нам постоянно нужно покупать какие-то новые вещи, что шоппинг, он стал, как бы у меня уже руки трясутся, так сказать, если я там месяц ничего не покупал, да, понимаете? Нужно же пойти что-нибудь купить, там, позвонить подружке, другу, сказать, вот я там купил, там, еще что-нибудь такое. То есть люди, у них все сознание в другие совершенно темы ушло. То есть материализм – это форма имперсонализма на самом деле. То есть потому что мы имеем вкус к общению с материальными вещами. Он вот такие сейчас формы приобретает. А классический имперсонализм Шанкары, ну кто его знает? Кто его знает, эту классическую Адвайта-Виданту, и там что-то на эту тему говорит? Он не в такой форме проявляется, имперсонализм. Имперсонализм также проявляется, как нежелание принимать наставления Бога. Какой такой Бог? Я сам Бог, понимаете? То есть есть какие-то там правила и так далее. Какие правила? Я наслаждающийся, понимаете? Вот так проявляется имперсонализм, как нежелание принимать иерархию, нежелание принимать старшинство, нежелание ставить себя под контроль чего-то. Понимаете, с позиции, почему имперсоналисты смеются над вайшнавами. Им кажется, что вайшнавы – это очень слабая позиция. Они рассуждают так. Эти сентиментальные вайшнавы узнали, что есть могучий Кришна, и сразу хлоп перед ним на колени, да? И в Дандавате там все эти пранамы читают, чем я могу вам служить, я слуга, слуги, слуги. Они говорят, это слабая позиция, ребята, понимаете? Что же вы так быстро сразу издались, да? И предались сразу. Они говорят, это слабая позиция. А вот имперсонализм обозначает Кришна, какой там Кришна, так сказать, он из Брахмана, это просто временная форма Брахмана, на самом деле между ним и мной нет никакой разницы, там таттва ма си, ты есть то, и так далее, и мы с тобой, так сказать, одной крови. Все, он Брахман, я Брахман, он Атма, я Атма, все хорошо, понимаете? То есть имперсонализм – это некий бунт, нежелание служить, нежелание подчиниться, нежелание в какую-то иерархию ставить. Поэтому они говорят, преданное – это очень слабая позиция. Вы сразу сдались, предались, и все, теперь вы вечные слуги там ходите, я слуга Кришна, я слуга Кришна. А мы никому не служим, потому что мы и есть тот самый Брахман и так далее. То есть эта философия, она более привлекательна для обусловленного эго, понимаете? Поэтому в любых формах, допустим, когда ученые становятся верующими людьми, они все как один становятся имперсоналистами, понимаете? Ученых верующих персоналистов почти нет. Они все становятся либо какими-нибудь буддистами, либо там еще какими-нибудь этими трансцендентной медитацией, или еще что-нибудь такое. То есть они поднимаются до понимания общей теории поля, понимаете? Что все пронизано единым разумом, все пронизано единой вот какой-то там энергией, какими-то силами. Вот на уровне Брахмана максимум параматмы все. Но чтобы понять третий аспект абсолюта, Бхагавана склонится перед ним, это уже, скажем, у ученого уже ноги не гнутся, колени в этом месте не гнутся, понимаете? Вот он может разумом своим сказать, да, там есть некая величия, какой-то там великий, всепроникающий, всеохватывающий закон, они там в восторге от всего этого, да, как они вот все это. Вот в таком плане. Но поклонение Кришне, это же известная иллюстрация, да, в Бхагавадгите такие ученые такие, спесивые, да, такие стоят, показывают Бхагавадгите, говорят, смотри, тут про Кришну. И там эта иллюстрация, а ваджананте маммудха, да, глупцы смеются надо мной. То есть они по виду кьяни, да, они философы и так далее, они говорят, вот да, космос, там, Брахман, всепроникающий разум, там, торсионные поля, да, 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 вот это все очень серьезно. Кришна, босой, на флейте играет, весь в навозе с коровью, фу, понимаете? То есть они не включаются, и поэтому он говорит, а ваджананте маммудха, они смеются надо мной, когда я не схожу в человеческом облике. И поэтому все их надежды на освобождение, поиски знаний и какого-то блага, они все, могаша, терпят крах, понимаете? По одной простой причине, они спотыкаются о Кришну, но они не могут понять, что вот такой вот широкий и огромный и так далее может иметь форму пастушка. Ум останавливается, понимаете? Ум останавливается. Ну вот в этом их, может быть, душкрити. Почему Кришна говорит, что вот эти вот душкрити – это четыре категории, которые не служат мне, и одна из них – майя пахритагиана. То есть вот эти вот люди, которые, с одной стороны, очень знающие, образованные, эрудированные, но в их знании отсутствует главный элемент – понимание причин и всех причин. Все. И поэтому все их знание – это вот рассыпуха. Почему они ищут эту общую объединяющую теорию? Она же есть в Бхагаватам, понимаете? Она же есть, эта теория, как все объединено. А они говорят, нет-нет-нет, Кришна не может быть. Как это, пастушок какой-то, да? Может вокруг себя все объединять. Они не могут этого принять, потому что сукрити в сердце нет, вот и все. А у тебя у кого есть сукрити? Они говорят, почему нет? Чего, Кришна, да, он пастушок. Почему он пастушок? Потому что мы бараны, поэтому он пастушок. Ну это все, все понятно. Все понятно. Да. Что мы получаем здесь, что? Все получаем. Точно все? Насколько человек может организовать свою бытовую деятельность? Настолько он что? Настолько он может? Это один из моментов, который позволяет ему больше находиться в обществе преданных. Если он организовал свою бытовую сторону, это позволяет ему находиться в обществе преданных, да? Да. Прокомментировать? Ну да. Я вот последние полгода на эту тему только и говорю. Что знанием, еще раз повторю, согласно Кришне, именуется понимание поля деятельности и знающего его. Понимание поля деятельности, оно и обозначает способность понять, какое Кришна мне поле деятельности дал и какова моя роль. Я вот это вот поле, скажем, правильно сказать, окучиваю, да? И получаю нужные плоды. Все, нет никаких проблем. Если я считаю знанием только духовную часть, а к материи отношусь так, это, знаете, с презрением некоторым, тогда будет вполне понятно, что у меня по материальной сфере жизни будет полный завал. Вот. А если я понимаю, что знанием именуется понимание поля деятельности, знающего его, как Кришна сказал, все будет хорошо. Все будет хорошо. То есть я должен понимать, то, что я не тело, не обозначая, что я пренебрегаю телом. Потому что тело – это часть поля деятельности. Я должен понять природу этого тела. Хотя я им не являюсь, допустим, вы живете в квартире, вы не квартира, да? Но вы должны знать, правильно, где там туалет, где кухня, да? Нормально, это же не противоречит трансцендентному знанию. Что вы знаете, где холодильник, где мусоропровод, да? Вы не являетесь этой квартирой, но вы знаете свое поле деятельности. Если у вас там, допустим, какая-то дырка в стене образовалась, ну вы будете на нее просто так смотреть, что ли? Вы будете ремонтировать или кого-нибудь вызовете там, да? То есть то, что мы не являемся телом, это не обозначает, что мы должны пренебрежительно относиться к полю деятельности. Совсем нет. Это очень частая ошибка многих преданных, понимаете? А потом они говорят там, чего-то нет, здоровья нет, денег нет, части нет. А вот те возможности, которые Кришна дал, поле деятельности, использовал или нет? Так это же майя. Ну тогда и сиди, отдыхай, так сказать, вот без ничего. Вот, поэтому нужно четко понимать, что вот обе стороны, вот я опять тоже стих постоянно привожу из Ишапаниша, 14 стих, где своя Бога Мама говорит, что человек должен в совершенстве знать Верховного Господа и Его Святое Имя. А также этот материальный мир со всеми Его людьми, растениями, полубогами и животными, и зная это, то есть и то и другое, самхути и асамхути, временное и вечное, таким образом попирает смерть и входит в Царство Бога. Если он не знает этой вот половины материального мира, его знание не является полным. Только если он Харидас Тхакур сидящий, тогда окей, но для этого нужно иметь квалификацию Харидас Тхакура. А если он не имеет такой квалификации, вот тогда ему нужно вторую половину тоже знать. Без этого его знание будет ошибочным, вернее не ошибочным, не полным, и он будет постоянно совершать ошибки в материальной сфере деятельности, и его духовная жизнь до этого будет потревожена. В процентном соотношении? 50 на 50 должно быть. В то время как для людей отрешенных знание о материальном мире, оно может быть какой-то в минимальной сфере, по меньшей мере должны отличать право от лево, да, вверх и низ, холодно, так сказать, тепло и так далее, там съедобно, несъедобно, вот этого достаточно может быть. А люди, которые генерируют ресурсы, которые в этом мире поддерживают всех остальных, греховские, они должны лучше разбираться в поле деятельности. Пожалуйста. Как можно развить дух жертвенности? Дух жертвенности возникает тогда, когда мы понимаем, что мы постоянно пользуемся энергиями Кришны. Дух жертвенности возникает тогда, когда мы понимаем, что ничего там в мире не является нашим. Иши-па-ниша первая мантра, которая гласит, что все живое и неживое в этом мире управляется Господом, принадлежит ему. Поэтому каждый должен брать только то, что им будет на как его доли, не посягать на остальное, хорошо зная, кому все принадлежит. То есть это вопрос о собственности, поскольку глубоко мы понимаем собственность, кому все принадлежит. И жертвенность сложна для тех, кто думает, что это мое, нажитое вот этими руками. Понимаете, вот тогда сложно. А когда я понимаю, что у меня все равно напрокат, и жизнь это просто как вот конвейер, получил отдай, получил отдай, передай, все. Вот в этой игре мы и оживаем, собственно говоря. Тогда жертвенность является просто частью культуры естественной. Она такая же естественная, как выдох. Вдох, выдох. Это же нормально. Они друг друга не могут, правильно? Вдох, выдох. Попробуйте вдыхать и не выдыхать. Не получится. Точно так же потреблять, но не отдавать, не жертвовать, это то же самое, что вдох без выдоха. Что за жизнь такая странная, понимаете? То есть жертвенность, она столь же естественна, как и потребление. Сейчас у нас на потреблении акцент сделан, правильно? На вдохе, на потреблении. А на выдохе, на жертвенности не сделан. То есть жизнь такая, негармоничная. И поэтому первая цель исконно звучит как? Систематически проповедовать в человеческом обществе для того, чтобы исправить нарушенное равновесие в системе ценностей. В чем это нарушенное равновесие в системе ценностей? В том, что мы потребляем больше, чем отдаем. А исправить обозначает уравнять жертвенность потребления. Пожалуйста. Мы можем оценить свою духовную жизнь настолько, насколько у нас пропадают материальные желания? То есть вы заметили, что привязанности к чему-то могут уходить, но привязанности к Кришне не увеличиваются. Да, есть такое явление. Это обозначает, что наши привязанности к этому материальному миру разрушаются не на основе знания и понимания, а на основе разочарованности. Это разные вещи, абсолютно разные вещи. Допустим, я могу потерять интерес к каким-то вещам, к материальным процессам не на основе знания, а на основе того, что не получилось что-то, не сложилось. Я думаю, ну ладно, не сложилось. Но при этом привязанность к Кришне не возросла. Это обозначает, что в данном случае моя разочарованность или отрешенность от материи не имеет духовной основы. Смотрите, вот когда, я вчера приводил вечером на лекцию, пример. Когда мы поднимаемся над землей, вещи становятся меньше, правильно? У нас в наших глазах. Итак, когда мы поднимаемся над землей, мир становится меньше. Я жил в этом доме, теперь дом как маленькая коробочка внизу. Это естественный процесс. То есть, чем ближе мы к Кришне, тем все материально, кажется, нам мельче. Но, но, если вы чувствуете, что мир потерял для вас интерес, но привязанность к Кришне не возросла, это обозначает, что мы к Кришне не приближаемся. Это обозначает, что причиной нашего потери интереса является не знание и не возвышение сознания, а разочарованность. Простой пример. Если у человека разрушается брак, вот или он уходит там из семьи по причине разочарованности, а не по причине того, что у него отречение внутри вызвало, следующее будет действие – поиск второго брака, третьего и так далее. Понимаете? На время будет потеря интереса к этой теме, а потом опять возвращение. Потому что основой потери интереса является не знание, а временная разочарованность. Понимаете? Это совсем другая вещь, абсолютно другая вещь. Поэтому, если возросло разочарование нашим миром, кажется, такая отрешенность, но привязанность к Кришне не возросла, это обозначает, что причиной этой отрешенности или потери интереса к миру является разочарование, а не духовное знание, а не приближение к Богу. Это совсем другой процесс, понимаете? А когда у человека реально возрастает привязанность к Кришне, вот тогда привязанность к материальным вещам убывает. То есть, прямая взаимосвязь. А если этого нет, значит, какие-то другие процессы происходят. Вот и все. Вопрос. Как поддерживать осознание, что я живу в энергиях Бога, если в мире происходит так много войн и насилия? Войны и насилие обозначают, что доминирует гунноневежество. Мы живем просто в худшей части творения Бога. Это по-прежнему остается творение Бога, но это худшая часть творения Бога, в худшую эпоху, в Кали-Югу. Поэтому мы видим очень много гунноневежества, но это не обозначает, что это уже не царство Бога. Нет такого места, где не было царства Бога. Просто это, скажем, как тюрьма. Как мне осознавать, что я нахожусь в стране, если я, допустим, в какой-нибудь преуспевающей стране, если я сижу в какой-нибудь там тюрьме, да еще и в карцере. Люди вокруг там все хорошо, у них там на красивых машинах, синее море, белый пароход, там ешь кокосы, жуй бананы, а я в карцере сижу в этой же стране. Вот как мне осознать, что я в этой стране живу? Ну как? Разум для этого есть. Поэтому то, что мы находимся в неблагополучных материальных обстоятельствах этого мира, это никак не опровергает того факта, что мы находимся в энергиях Бога и в Его мире. Просто мы должны понимать, вот если мы, опять же, знаем, обладаем духовным знанием, открывайте Брахма-Самхиту, смотрите, там говорится, Дэвид Хама, материальный мир, это низший слой существования. Выше него идет, так сказать, Махешт Хама, обитель Шивы, да, или Сидхалока. Дальше идет Харид Хама, обитель Господа Вишны. И выше всего располагается, что? Галока, обитель Кришны. Вот и все. Итак, мы находимся в Дэвид Хаме, самый низший слой существования. Из этого, из Дэвид Хамы мы находимся не на высших планетах, не на райских, мы находимся на средних планетах, в очень плохую эпоху, все понятно. Что ж тут непонятно? Если мы правильно включили таймер, посмотрели, в какое время, в каком месте мы находимся, все нормально. Ситуация, в которой мы находимся, она соответствует описаниям шастер, все нормально. Но это творение Бога. Если вы оказались где-нибудь там в Марианской впадине, на дне этого Тихого океана, там, наверное, как-то не очень комфортно, я предполагаю, да, а вот если мы поднимемся туда, на поверхность, там же какие-то островочки такие вроде, ничего симпатичного. Вот то же самое место, только вот на другой глубине. Вот, поэтому мы находимся в царстве Бога, но вот на такой вот погруженности, погруженности в низшие гуны, и от этого мы все эти вещи. Что поделаешь? Кали-юга. Кали обозначает конфликт, война, поэтому мы живем в эпоху войн, потому что у людей в мире, в сердце нет мира, поэтому они и отношения свои решают, чуть что сразу в драку, чуть что сразу война, то есть у них нет в сердце ни сострадания, ни терпения никому, вот поэтому такие отношения. Вот это, с другой стороны, это может стать очень сильным стимулирующим фактором, как Бахтестан, Сарасвад, Хакур, вот этот мир не место для джентльмена, то есть если мы увидели такие, если вы попали, знаете, в какой-нибудь там район неблагополучный, и вы там на вас там, кто-нибудь так посмотрел, таким вот, глядно по зрителю, что вы делаете? Вы включаете, так сказать, третью скорость, да, и вью-ю-ю оттуда, да, вот все, то есть если вы оказались в материальном мире, вот все, тут я недавно был в Нью-Йорке, и там водил меня один преданный, вот там центральный парк, там все красиво, замечательно, это центральный парк, Нью-Йорк, ну как это вот Манхэттен главный, из него он так на север идешь, он постепенно, постепенно, постепенно переходит вот этот вот Гарлем, это вот такой самый неблагоприятный район, там где, ну, странное такое население живет, да, что-то полиция боится заходить, вот так вот идешь по парку, центральный парк, все хорошо, хорошо, потом бум, ты в этом Гарлеме оказываешься, там совсем другое, и все, включаешь скорость и обратно, понимаете, потому что там всякое может быть, и, кажется, никто не узнает, где могилка твоя в этом Гарлеме, вот, а тут же рядом совсем все другое, понимаете, вот, поэтому тут нужно, нужно ориентироваться, если мы увидели, что ситуация такова, что ой-ой-ой, значит, как-то интенсифицировать свою практику надо, на взлет надо уже, на взлет надо становиться уже постепенно, так что нет худо без добра, ну, что на этом, наверное, мы уже закончим, да, всем спасибо, всем спасибо, это переводится слава всем собравшимся преданным, и, конечно, Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!